Здравствуйте, с вами канал NaimDB. В этом ролике мы расскажем о том, что они любят разные знаки зодиака. По четыре на каждого. Овен. Овны не любят, когда прикасаются к его волосам, зубам или лицу. До последнего может откладывать поход к зубному парикмахеру или косметологу. Кроме внешней стороны головы, Овен также не любит, когда лезут в его мысли и влияют на его мнение. По природе искренний и честный Овен не приемлет никакой лести и лицемерия в свой адрес. Ни искренних комплиментов он не потерпит. Овен не может сидеть без дела, как и не любит бездельников. Овен не любит проигрывать так же сильно, как любит соревноваться. Марс, планета-покровитель Овна, дает представителям этого знака много энергии, которая помогает им подниматься и пробовать снова. Телец Являясь фиксированным знаком, телец больше всего не любит перемены. Будучи консерватором по натуре, он не терпит никаких радикальных изменений. Телец обладает высокой восприимчивостью. Он не понимает необходимости уходить от реальности, когда мир полон ароматов природы. Телец крепко стоит на земле. Он верит только тому, что видит своими глазами и может потрогать руками. Мечтатели и их воздушные замки не для него. Просить прощения и признавать ни правоту, ни протельца. Даже если он допустил ошибку, телец упрямо будет стоять на своем. Близнецы Близнецы не любят рутину, и у них сложные отношения с обязательностью. Слишком свободные и любознательные, они стараются выбирать работу с постоянной сменой деятельности, чтобы не оказаться в серых буднях рутины. Быстрые, как ветер, и жадные до жизни, близнецы больше всего не любят медлительных людей, которых приходится ждать. Близнецов сложно разжалобить слезами, зато легко развеселить хорошей шуткой. Возможно, близнецам и сложно сочувствовать, но и обиду они долго не держат. Представители знака близнецы любят делать покупки и баловать себя и других. Экономность не про близнецов, которые уверены, что нищета – это состояние души. Рак Являясь по натуре скрытным, рак не любит, когда скрывают что-то от него. Для представителей этого знака лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Рак не любит спонтанности и сюрпризов. Являясь превосходным стратегом, он предпочитает действовать по заранее проверенному плану. Милый и добрый рак превращается в дракона, если кто-то заденет недобрым словом близких для него людей. С характерной для себя привычкой цепляться он не успокоится, пока обидчик не заберет обратно сказанные слова. Среднестатистический рак тяжело переживает любую критику в свой адрес, особенно если к нему придирается близкий и родной человек. Лев Лев рожден свободным, поэтому не терпит никаких ограничений. Благодаря своей смелости, решительности и оптимизму, лев способен покорить все горы, если ему дать возможность действовать свободно. В глубине души гордый лев крайне чувствителен к критике в свой адрес, особенно прилюдно. Львам сложно жить в одиночестве, без любви и внимания. Ради этого они создают большой прайд из близких людей. Благородный лев не терпит жестокости и несправедливости. Он всегда готов встать на сторону слабых и угнетенных. Дева Будучи самой пунктуальной в зодиакальном круге, Дева не терпит опозданий. Она уважает свое и чужое время и не любит тратить его впустую на ожидания. Дева живет по распорядку, строит планы и схемы. Неожиданности и сюрпризы выводят ее из равновесия и заставляют нервничать. Дева ценит порядок, чистоту и любит раскладывать все по своим местам. Беспорядок дома, на работе, в машине или в голове она не приемлет. Девы не любят попрошаек, транжир и лентяев, но всегда придут на помощь к другу, которому требуется помощь. Представители этого знака привыкли зарабатывать своим трудом, поэтому очень резко критикуют транжир и попрошаек. Весы Являясь представителем стихии воздуха в самом сильном ее проявлении, весы не терпят, когда их пытаются контролировать и ограничивать. И наоборот, если предоставить им свободу, с высокой долей вероятности они останутся навсегда. Весам сложно жить без любви и партнерских отношений долгое время. Отсутствие отношений может довести весов до депрессии. Весы не любят пачкать руки в прямом смысле этих слов. Если их помощь необходима в генеральной уборке, у них обязательно появляются неотложные дела. Весы справедливы. Они стремятся угодить всем и никого не обидеть, тем самым усложняя себе выбор. Выбирать весы не любят. Могут откладывать это дело до тех пор, пока никакого выбора делать уже не придется. Скорпион Сам Скорпион тот еще ревнивец. Но в свою сторону он не потерпит никакого контроля и подозрений. Свобода и верность для классического Скорпиона – дело чести. Скорпион не нуждается в комплиментах и одобрении своих действий. Он и сам уверен в своем превосходстве и представляет собой пример сдержанности. Победитель по натуре, классический Скорпион не приемлет жалости и проявления слабости. «То, что не убивает, делает нас сильнее» – это девиз Скорпиона. Проницательный и прямолинейный по натуре Скорпион не терпит лжи и не прощает предательство. Как истинный Шерлок Холмс, он обязательно докопается до правды, а потом забудет и не простит. Стрелец Стрелец, как и лев, рождается свободным, поэтому не приемлет никаких приказов и распоряжений в свой адрес. Зато он всегда откликнется на просьбу о помощи. Оптимист по натуре, стрелец никогда не покажет окружающим людям свою боль. Он будет продолжать веселиться и шутить, чтобы никто не понял, какая боль у него на сердце. Типичный стрелец ненавидит выполнять скучные домашние обязанности – готовить, убирать или стирать. Конечно, стрельцы не грязнули, они стараются поддерживать дом в чистоте, но делают они это без удовольствия. По натуре стрелец – общительный и компанейский знак зодиака. В его окружении всегда множество знакомых, коллег, друзей и приятелей. Всем время от времени нужно побыть в одиночестве, но стрелец не может жить без общения с интересными людьми. Козерог Классический козерог никогда не будет откладывать на завтра то, что он может сделать сегодня. Дисциплина в жизни козерога превыше всего. Самостоятельный козерог не приемлет своей зависимости от кого бы то ни было. Неважно, человек это или вредная привычка. Козерог идет своим выверенным и распланированным путем. Ничто не может его остановить от намеченного. Ни собственные ошибки, не провалы. Он падает, встает и снова идет вперед. И в этой стратегии на извинения нет времени. Типичный козерог чтит традиции старших и семью. Даже безобидная шутка в сторону близких людей может вызвать у него гнев и обиду навечно. А что такое вечность для хранителя времени? Водолей Являясь человеком слова, Водолей всегда отдает долги, хотя и не любит давать и брать в долг. Водолей любит разгадывать загадки и не любит тайны. Он стремится всегда найти истину, правду и точные факты. Водолей – гуманист, любит мир и людей, но ненавидит сплетни. Он может послушать сплетню из интереса, но никогда не придаст ей значения. Водолей не любит распоряжаться чужими жизнями и принимать решения за других. Если приходится это делать, то дается это ему с большим трудом. Рыбы Сила рыб в смирении. Они не любят тратить время на излишние беспокойства. Они уже сделали все, что могли. Зачем мучить себя беспокойством? Рыбы избегают любой прямолинейности. Иногда из-за страха обидеть другого человека, выложив ему всю правду. Иногда из-за стремления скрыть что-то личное, других не касающееся. Какими бы примерами сострадания и эмпатии рыбы не являлись, более личные чувства, как например привязанность, им демонстрировать сложно. Поэтому рыб часто могут обвинять в холодности и закрытости. Рыбы не любят, когда им указывают на их ошибки и читают нотации. Если переусердствовать, то представители этого знака без сожаления уплывут на поиски других океанов. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал на МДБ. Спасибо, что вы с нами и до встречи!